Всем привет, дорогие зрители! С вами Андерволд и его ведущий Степа Волф. Сегодня я наконец-то открыл велосезон. Сегодня мы едем в одно интересное место, пока на разведку, но я думаю, что сама велопрогулка тоже должна быть интересной. Под землей важна каждая мелочь. Очень часто от надежности снаряжения зависит не только успех экспедиции, но и безопасность. Новотур – это то снаряжение, которое не подведет нигде. Вот так вот мы сейчас ориентируемся по GPS, по картам. Такая у нас навигация в дороге. На подъезде к первой точке нашего путешествия нас встречает заброшенная железная дорога, уже давно заросшая. А вот и один из объектов. Сейчас будем смотреть, можно ли туда попасть. Это была наша первая поездка в Протвенол. Забегая вперед, надо сказать, что на сегодняшний день их было три. Приехали мы более чем за 100 километров от Москвы, чтобы найти возможность попасть в ОНК. Тем, кто еще не слышал об этом уникальном объекте, коротко расскажу о нем. С 1967 года в Институте физики высоких энергий в Протвенол функционирует протонный синхротрон, или, если совсем упростить, ускоритель легких частиц – У-70, представляющий собой замкнутое кольцо диаметром около полутора километров, расположенное под институтом. В начале 1980-х годов исследовательские возможности У-70 были практически исчерпаны, и руководством института был предложен проект, который должен был стать самым крупным в мире на тот момент ускорителем заряженных частиц. Предполагалось, что частицы будут разгоняться в ускорители У-70, и затем по каналу инжекции, специальному туннелю, будут поступать в новый ускорительный накопительный комплекс, где достигнут максимальной энергии столкновения, превышающей возможности отработавших на тот момент в мире ускорители, почти в два раза. Для этого после разработки и утверждения в 1982 году проекта нового комплекса, разработанного институтом метро Гипротранс, в 1983 году началось строительство замкнутого кольца диаметром 5,6 метра и длиной 21 километр. Строилось оно в относительно стабильных и сухих грунтах, естественно, закрытым способом на глубине от 20 до 60 метров, в зависимости от рельефа местности. Осуществление проходческих работ велось через 26 шахток стволов, часть из которых была полностью достроена, а часть так и осталась на стадии строительства на момент консервации всего объекта. Кольцо УНК расположилось на границе Московской и Калужской областей. Тот объект, который нам удалось посетить в следующую нашу поездку, продлившуюся более суток, находится уже под территорией Калужской области, но об этом речь пойдет в следующей серии. Интересно, что этот грандиозный проект, в отличие от большинства брошенных стройок и разграбленных воинских частей, пережил распад Советского Союза. Строительство шло 11 лет, и к 1994 году были завершены проходческие работы, построен сам кольцевой тоннель, четыре уникальных подземных зала для монтажа оборудования, проведения экспериментов, самый крупный из которых именовался НИПУ. Построен канал инжекции, в котором было уже полностью смонтировано все оборудование, и на этом этапе было прекращено финансирование. Впрочем, некоторые вялотекущие работы УНК продолжались вплоть до кризиса 1998 года, который поставил окончательную жирную точку на этом проекте. Дальше начались работы по консервации объекта в духе времени. Руд двори со всей инфраструктурой были разрушены, стволы запечатаны своеобразными пробками, представляющими из себя слоеный пирог из металлических листов и бетона. Последствия этой консервации и состояния надземной части объекта вы увидите в этой серии. А это одно из помещений, которое находится над коллайдером в Протвино. Где-то здесь есть заброшенный ствол шахтный. Само помещение представляет из себя просто голые стены. Территория за колючей проволокой. Очень здесь живописные места. На территории такой вот прудик. Вот еще одно из зданий. На территории, где находится шахта, здесь вот такие постаменты были. явно под какое-то оборудование. Оказалось, что шахта находится не в здании, а вне помещения. Да, очень похоже, что это как раз и есть шахтный ствол. Сейчас просто забетонированный. Диаметр его около 10, наверное, метров. Может быть, чуть меньше. Убедившись, что ствол надежно запечатан, мы наткнулись на вентиляционную шахту кольца УНК. Точнее, на выведенную на поверхность вентиляционную трубу. Конечно, эта труба где-то имела соединение с вент-шахтой, но до этого соединения необходимо было добираться по на треть заполненной водой трубе. И шансов, что сама шахта не окажется тоже затопленной, было немного. Ситуация осложнялась еще тем, что сапоги и непромокаемые костюмы химзащиты мы оставили в машине за несколько километров от площадки, на которой мы находились. А время поджимало. После нескольких неудачных попыток спуститься в вентиляционную трубу, мы отправились к следующей площадке. Вот такие вот здания попадаются по дороге. Сразу на выходе из этого здания, за ним точнее, вот такое вот озерцо со сгнившими деревянными опорами линии электропередач местной. С погодой нам сегодня повезло. И места очень живописные встречаются по дороге. Колючечка. И остатки какой-то конструкции. Очень похоже, что здесь поверх ушел какой-то трубопровод. А напротив нас виднеется недостроенная пожарная часть. Протвенского ускорителя. И по слухам, там в свое время погиб один парень. Он сорвался где-то со второго этажа. Ну, в общем, рассказываю по слухам. Не знаю, насколько это достоверная информация. Итак, мы подъехали к еще одному объекту Протвенского комплекса. Справа видно здание очень похожее на то, в котором мы были до этого. Где нашли закрытую шахту с вентиляционным люком к ней. А тут еще вниз ведет наклонник. И мы сейчас как раз пойдем его посмотрим. Предположительно, этот наклонник является проходом в тоннель коллайдера. Я сейчас отправлюсь быстро посмотреть, что находится в этом здании. Несмотря на то, что здесь такие необычные бетонные двери, сюда все-таки можно попасть. Сейчас мы посмотрим, что же находится внутри. Если эта штуковина начнет падать, то мне будет очень нехорошо. А там, похоже, зайду я от греха подальше, с другой стороны там, похоже, мы видим такие же конструкции для постаменты для трансформаторов или еще какого-то оборудования. Уже практически ничего не видно, но вот по такому бурелому мы сейчас пробирались с велосипедами. в итоге прошли только четверть пути. Впереди нас ждет еще веселый участок, и мы решили все-таки велосипеды оставить. Идти было крайне тяжело. Мы пробирались по болоту, на поверхности которого лежали поваленные стволы сгнивших деревьев, а между ними густо рос кустарник. Любое неосторожное движение могло повлечь падением болота. Конечно, благодаря многочисленным поломанным деревьям выбраться было бы несложно, но вымокнуть ранней весной находясь на более чем в полутора десятках километрах от машины не хотелось. На всех осмотренных до этого площадках мы не нашли ни малейшей возможности проникнуть в подземный туннель УНК. Оставалось еще несколько площадок, и об одной из них мы обладали весьма интересной информацией. Вот мы и добрались до шахты, которая нас интересовала. Уже глубокая ночь, но мы сейчас будем развлекаться на месте. Так так землю сюда зачем-то искала бульдозером подащить. Зачем? Вообще бесполезно занять а вот это что? Ага. Но там вертикальный был. Там этот ствол был вертикальный. Поворачивали его? Да. Но эта труба поворачивает. Вот туда. К сожалению, на этой площадке нас тоже ждало разочарование. Мы нашли то, что искали, но доступ вниз был перекрыт центнерами земли и бетонными плитами. Объект не хотел нас пускать, но надежда оставалась. Смотрите первую серию цикла подземных рек. Кто увлекается не только индустриальным туризмом, но и классическим с рюкзаком и палаткой, смотрите репортаж с Турслета блогер. И, конечно же, не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. субтитры